ну так всем добрый вечер добрый день наши зрители наши подписчики привет сегодня юрчик готовит для нас вкусное блюдо по заказу он сходил ваша принес это что такое короче для нашего блюда понадобится тимьян шампиньоны белое вино сметана макарончики эти на нужно будет мандарина не считается и самое главное что мы будем готовить расскажи кролика кролика запеченного духовке я сегодня ездила на рынок купил от этого кролика стоит вот этот кролик 900 рублей ну конечно не дешево ну что готовимся начинаем оксана мне поставила цель приготовить блюдо из кролика да ну вот я вот это сделали закупки сейчас вот будем готовить с вами будете смотреть я буду готовить поехали итак начинается приготовление блюда под названием кролик в белом вине рецепт этот авторский его придумал естественно юра сам не скромничай где-то что-то подчерпываем где-то где-то что-то услышали где-то что-то прочитали юра объясняй пожалуйста почему вот этот мне не нравится этот момент почему нога кролика всегда вот смехом торчит что доказать что это кролика не что-либо иное так ну рассказы ты делай нам рассказы нам будет интересно все уже давно знают какими ты обладаешь кулинарными сказать способностями так как я кролика выдержал знаю что это по точку где-то 5-6 месяцев ты даже кролика рассказывает о том как ты держал кроликов детстве держал кролик выращивал на ты шпаку что жила столько не смотрите жила сколько это плохо вот очень жирно ты вырезать все это положение какие жировые и так это о том что неправильно кормили вот что юра сразу заметил да я как женщина не заметила не выращивать что вот этот почему он такой почему столько много сала значит все таки их выращивать на понятное дело на продажу но он не должен быть таким до никакого нет такого и расскажешь на первый раз видит такое что полно от этого да ты вообще все срезаю но это все вырезаем все надо нет нам это не надо оставлять только мясо такую короче мы обрезали жир все выбросили нам он не нужен это все это вот чуть-чуть пусть останется вот так вот у нас получается окорочка мы их обрезаем в общем для блюда взяли мы половина кролика потому что подумали что целый был большой кролик большой поэтому вторую часть мы сейчас жила порежет ее положим холодильник тщательно про были чистой вытираем так масло наберем сначала оливковое сейчас она разогреется а приготовление наливаем растительное оливковое масло в сковородку сковородка за накаливается юра насыпает муку для того чтобы кролика перед тем как запустить сковородку он его должен панировать каждый кусочек и опускаем все это поджариваем бери туда муку чтобы тебе было давай давай тем как обвалять муке все это дело нужно посолить и все и выкладываем в кипящую сковородку там не рассказывать то сковородка у нас готовится для того чтобы на ней обжарить лук тоже налили оливковое масло и будем сейчас обжаривать лук каждый кусочек ушло две больших головки лука дарим лук в разогретую масло грибочки а такие большими кусками дают грибочки помытые вот они будут теперь они у нас там будут вместе с луком все больше использовать на полкило не даже больше на грамм 700 вообще я не хочу рассказывать вам сколько на граммов то есть вы сами экспериментируйте я например не знаю сколько я ложу грант я знаю что это все это ужарится уменьшится в объемах наверное там будет много но я тоже так думаю хоть и последний гриб наш будет сюда лишнее убираем лишнее убираем лишнее убираем пока у Юрчика обжариваются грибы посмотрим на орхидеи вот тут уже отцветают уже и вон там видите цветут в принципе все без исключения так у Юрчика смотри какие дела все скворчит дела отличные так помешиваем пирамидически лук помешиваем с грибами с грибочками и то и другое мы помешиваем все уже выглядит аппетитно но пока не очень продолжаем как дела наши хозяюшки в общем 10-15 минут мы обжариваем и добавляем к нему вот такой кусочек масла сливочного отлично почему я масло сливочное наложу попозже потому что оно выгорает и поэтому оно где-то минут за опять за 10 вот при обжарке до конца только тогда оно добавляется вот сейчас нам еще 5-7 минут вот нам осталось и мы будем его снимать так теперь достали мы казанчик и ставим молонос на огонь и ставим молонос на огонь и ставим молонос на огонь выключим а то она облудит сейчас ты в казанчик все перекладываешь и перекладываем в казанчик наш боевой старый казанчик надо новый купить мы уже сто лет лабит так накрываем ну недолго тушится а чтоб она тушилась мы заливаем воды вот столько чтоб чуть-чуть покрыть наше блюдо так Юра давай посмотрим что у тебя получается посмотрим на тебе подхватку зачем это делать так вот у нас кипит теперь мы в наше блюдо добавляем сметану живую сметану живую да постараемся покупать без всяких там пальмовых масел ну по крайней мере там кто его знает кипит ты прямо хочешь целую туда баночку давай хотя бы половину Юра это очень жирно будет нет нет хватит хватит это очень жирно сцепно это все нормально зелень нужно будет это все будет сейчас зелень нужна будет зелень да мы же зелень купили сейчас она постоит ну а теперь она будет у нас 40 минут стоять все вставим на огонь на медленный дым это или для блюда для блюда и будем как ты так на себя на себя любимого так наговариваешь скажи мне и отправляем и переводим его в казанчик юра какой-то специалиста достаточно 1 мы же экспериментируем мы же не придерживаемся каких-то хочешь понюхать ох какой запах ничем не передаваемый ух ты в магазине я покупал ваша не он так заряжался того никто там не покупает нет почему зелененький просто вижу там многое никто не берет мы его таким образом нам веточки не нужны а нужны зеленые вот эти штучки все готово нет не готова то что ты мы еще все оставляем сейчас следующее делаем следующий операцию теперь мы делаем следующую операцию мы берем вот я приготовленный но виду шлак ну поставь поближе чтобы удобно было тебя не совсем понимаю что ты хочешь сделать а ты хочешь всю воду лишнюю слить нет не лишь мы ее просто сейчас немножко нальем столько зачем сейчас и это все это так получается что у нас на данный момент есть двоится нам нужно два желтка первый желток ну я могу тебе помочь отделить да мне надо отделить мы желтки и нам нужно сейчас даст в бульон положить но дело все в том так это это мы взбиваем лепестку и чтобы у нас он не свернулся мы по чуть-чуть сейчас будем добавлять его не свернулся а бульон туда добавлять я чуть-чуть еще до чуть-чуть давай 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 все таки блюдо получилось жирное давай 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 люсь �ин whose кролик и диетическое мясо из-за сметаны это же у нас соус соусом должен быть жирное венчиком мы смешали теперь мы все это отправляем сюда назад венчиком взбиваем и отправляем снова накрываем все вылил сколько минут осталось ну все тут осталось совсем чуть-чуть теперь мы все моем все мой собой кастрюлю посуды попачкали очень много заливаем воды и зубы с фильтра налью сейчас мы будем варить макароны так бы сказал я купил макароны а вода еще не закипела все она уже начал кипеть подведем финал так что вот я сварил макароны сейчас впадал сейчас мы возьмем одну большую тарелочку такие ноги большие в общем вывод мы сделали что кролик старый даю да ну сейчас попробуем юра немножко расстроился очень ладно половину разлили на пол у юры уехала кастрюля понимаете вот у меня ничего никогда не наезжает уезжает у него уехала хорошо когда это когда ты не делаешь конечно я каждый день готовлю вот у меня бульон стоит уже на завтра давай ложку пробуй стаканчики под вино ты же обещал давай накрывай стол давай юрочка снимай пробу ты первый ну давай вина кстати вкусная у тебя белая сухой обычно белая мы не кушаем ну чего само мясо жесткая да ты говоришь жидкость очень вкусная соус прям бесподобный очень вкусный соус а возьми кетчуп вот этот гранатовый не хочешь вот кролик жесткий да да сколько мы варили полтора часа или 2 до очень не удовлетворил я не удовлетворил ой друзья еле дождалась когда его с готовой давайте я тебе попробую жидкость конечно по мне так все-таки жирновато я поэтому возьму совсем немножко таши ел сюда в буху кучу сметаны она безусловно вкусная для того только чтобы полить ей чуть-чуть одной двумя ложечки макароны ну а кролика я покупаю крайне редко вообще это мясо не люблю в отличие от юра ну что юра не как горячий просто ну не спешим но я что хочу сказать еще конечно юра молодец он готовил старался но за качество мяса разве можно отвечать иногда тоже покупаешь там говядину готовишь готовишь два часа она жесткая бывает иногда покупаешь она мягко вы же видели как сколько мы жиры вырезали выкинули ну да изначально было что куча жира я хочу вам сказать купила в турции вот этот соус гранатовый честно бесподобно почему его раньше никогда не покупала у него кисло сладкий вкус он подходит абсолютно ко всему с макаронами и с мясом и с курицей очень совсем что угодно вот ладно ёрчик молодец что я могу сказать заключение сегодняшнего дня умница покажи сюда иди где-то там вот он ты да мне помыть надо плитку скажи как есть как результат можно сказать нужно выбирать мясо был бы молодой кролик был бы все по-другому как потому что кролик это тут это даже курица тоже тоже куриное мясо если курица будет свет но молоденькая то она будет совсем не вкусно мясо он жирные ну жирная на вторую часть мы не будем больше готовить туда а я хочу сказать что лучше покупать конечно участников кого знаешь вот мы ездили в тульскую область покупали а вчера у нас сотрудница органа саратовской области она привезла маме ну настоящую домашнюю курицу и это конечно совсем другой вкус нежели того что продается у нас напичканная там в магазинах сами знаете в каких в сетевых не сетевых ну ладно это все ерунда сам процесс приготовления доставил нам великое удовольствие несмотря на то что у нас падала кастрюля улетали сковородки еще все было у нас замечательно вам как всегда большое большое спасибо за то что смотрите наше видео хочу сказать юра дает смотрите покажи кость какая осталась кролик был невкусный осталась одна косточка все большое большое спасибо за просмотр пишите свои комментарии всех вас любим целуем всем пока 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 какого-то разряда не скажу не скажет видите какой хитрый взял для